Тарас – центр тюркской цивилизации, один из древнейших городов Центральной Азии. Тому свидетельствуют многочисленные исторические факты, причем многие из них стали известны благодаря зарубежным ученым. Они изучают феномен Тараса и новыми данными поделились на международной научной конференции в Жамбулыской области. Подробности в следующем репортаже. Свои научные исследования на конференции по тюркской цивилизации представили ученые США, Японии, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Она стала площадкой для изучения культурного развития общей тюркской цивилизации. Аким региона Бердбек Сапарбаев подчеркнул важность масштабного мероприятия. Ведь в программных статьях Ельбасы Рухани Жангуру и Семь грани Великой степи особое внимание уделено укреплению национальных ценностей. Как отметил Нурсултан Абишевич, на казахской земле есть два города, которые отражаются на всех картах со времен Великого Шелкового пути. Это Тарас и Жаркент. В стране 11 объектов, которые вошли в список ЮНЕСКО. Пять из них расположены в Жамбылской области. Это свидетельствует о богатой истории региона и о том, что эти города стали началом всей цивилизации. Депутат Можилиса парламента Казахстана Берек Абдухалиулу подчеркнул, что необходимо собрать воедино имена всех выдающихся ученых из региона и оставить труды следующим поколениям. Также он предложил открыть музей каменных изваяний. Историческое сознание формирует национальное. Если история будет неверной, тогда будет закладываться ошибочное национальное сознание. На историках большая ответственность за правильную трактовку произошедших событий. Доктор исторических наук из США профессор Юлай Шамилогла поделился ценными исследованиями китайского путешественника Суанцяня. Он побывал в местности Аулята в 7 веке. А японский ученый Садека Цуку Нитаки поделился своими результатами после экспедиции в Жамбылский регион. Динара Абдирова, Хабар-24, Жамбульская область.